В основном угоняют недорогие машины отечественного производства. Некоторые хозяева, убегая по своим делам, даже не запирают свои машины, полагая, что на их автотранспортное средство никто и не позарится. А угонщики, а это в основном несовершеннолетние, этим и пользуются. Садятся в чужую машину и спокойно уезжают. Именно так ни разу гонял чужие машины 16-летний подросток из Черкеска. Мне не хватало просто развлечения, так получал адреналин. А что ты потом с машиной сделал? Бросал. Просто покатался и бросил, да? Да. А какое в этом развлечении ты для себя видишь? Ну, я точно не знаю. Просто, я же говорю, получаю от этого адреналин и все. Мне для этого просто интерес. Какое-то я не знаю. А скажи, а сколько в машине ты так угнал? Шесть. Автоугонщика полицейские ловили два месяца, тогда еще не зная, что им является несовершеннолетний. Он во всем признался. И даже в совершении еще двух краж. А после беседы с инспектором по делам несовершеннолетних, в тот же день угнал еще одну машину. Ни одного факта не было, чтобы он совершил данный угон с последующей целью наживы какой-то. На самом деле он угонял, катался и бросал. Или же бензин заканчивался, или технические неисправности какие-то, или же страх того, что его задерживают. По словам Беслана Физикова, для данного подростка это уже образ жизни, ему так нравится. Для несовершеннолетних угон автомобиля из своего рода развлечения. Покатались и бросили. А для владельца машины и полицейских, которые ее потом ищут, изрядная нервотрепка. У сотрудника полиции Павла Денисова автомобиль угнали прямо со двора его дома. В тот момент, когда я вышел из подъезда и увидел, что автомобиля на месте нету, растерянность и злость, вот что было во мне. Первое, что с голову сбрело, не взял ли кто покататься. Провел ключи, ключи были у меня в кармане. Значит, все, машину угнали. Через четыре дня мою машину нашли, она была в поселке Московском, сброшена открытыми дверями. Конечно, машину восстановил, все замки были выкорчеваны, салон был порван. Какие-то непонятные жидкости были разлиты. И чисто психологически после угона мне уже даже к моей старой подержанной машине душа не лежала. Теперь у меня новая машина, конечно, уже оборудована сигнализацией. И тем не менее, все равно в вечернее время пытаюсь ставить ее в гараж или на стоянке. Многие этими мерами пренебрегают, но хотя бы уже двери стали бы запирать, говорит начальник отдела дознания МВД по черкесску Расул Баташев. Зачастую они просто не заперты. Это плюс к неправомерному завладению, то еще совершаются кражи из автомашин. Магнитофон, колонок, запасных колес. Все, что находится в автомашине. Денежные средства оставляем. Ну а это как бы легкая нажива для малолетних преступников, которые ночами не знают себя куда деть. Сейчас решается, каким образом будет наказан юный автоугонщик. По-хорошему, заключить бы его под стражу, считает старший инспектор по делам несовершеннолетних, без слан физиков. Но, с другой стороны, не хочется будущее молодому человеку портить. Только не все молодые люди понимают этого, знают, что сегодня они несовершеннолетние, и большинство правонарушений им обернется профбеседой с инспектором. Только сегодняшние подростки забывают, что завтра они уже станут взрослыми людьми, и из-за преступления им будут грозить уже реальные сроки. Кстати, за угон автомобилей в прошлом году осуждены подростки. Суд не посмотрел, что они несовершеннолетние. Тюремный срок был единственным способом их обуздать. Мадина Каракетова, Аслан Баташев, Вести, Карачаево, Черкесия.